Ко мне в этой студии присоединился наш главный редактор Дмитрий Дубов и лидер парламентской оппозиции, лидер партии Ешатит Яэр Лапит. И эта беседа пройдет на иврите с синхронным переводом. Добрый вечер, господин Лапит. Спасибо, что пришли к нам с праздником Ханука. Вы знаете, это не очень приятные вечеры, и Ханука не очень веселая. Это день, когда мы все оплакиваем наших бойцов, гибель наших бойцов. В любом случае, мы договорились об этом интервью вчера, и сегодня утром я проснулся, и я услышал новости, задал себе вопрос, как продолжать, как народные избранники будут продолжать, как глава оппозиции будет вести себя, и как я, как журналист, должен обращаться к вам с вопросами, например, о бюджете, который завтра должен обсуждаться. Ну, во-первых, я не только народный избранник, а вы не просто журналист. И Карина не просто ведущая, мы граждане Израиля. И никто из нас не мог сегодня нормально работать, отключиться от новостей. И похороны за похороны, и жена подполковника Бонбассата рассказывала, как она стояла со стороны, и глядела в окно и видела, как два офицера подходили к ее дому. И когда ей сообщили о гибели мужа, и жена бойца от Булани тоже рассказывала, командира батальона Гринберга рассказывала о своем муже. Нельзя отключиться и сказать, есть просто политика. Но ваш вопрос о бюджете очень интересен. Потому что сегодня весь день сидел это у меня в голове, как они имеют ужас, завтра, после такого дня, проводить бюджет, который весь состоит из интересов политики и кальционных денег. Они что, не понимают, где мы живем, что переживает эта страна в эти дни, как наше сердце раскалывается на осколки. Страшный цинизм. Но все-таки разница между сегодняшним днем и предыдущими днями – это только числа. Сегодня мы проснулись и узнали о страшной трагедии, но каждый день, последние несколько месяцев, мы в прямом эфире рассказываем, как хоронят людей. Очень странная реальность в последнем времени. Дима, я не уверен. Постоянно были погибшие, были цифры, были числа. Мне было понятно, что достанет этот момент. Было 1200 человек. Вы начинаете все это, когда у вас есть 1200. И 3-4, это статистики. А вдруг сегодня наступил такой день, когда страшная цена войны, справедливой войны в Газе. И нам уничтожить Хамас, это самая справедливая цена. Но сегодня тяжелейший камень свалился нам на душу, может быть, потому что сейчас мы зажигаем свечи хануки, и, к сожалению, не случилось ханукального чуда. Но почему мы не согласились присоединиться к кабинету, когда мы говорим об интересах, о финансах, возможности изменить ситуацию? Почему все-таки вы не присоединились к кабинету? Вы не видели возможности, как изменить ситуацию? Нет. Есть люди, которые приняли другое решение. Бенниганцы, Гадди Айзенкот и Гидун Сар вошли в кабинет. Это ничего не изменило. Бюджет принимают, они используют их большинство циничным образом. И если у вас нет никакого влияния, то для чего заходить? У оппозиции во время войны есть большая важность. Кто-то должен говорить против бюджета, поддерживать. Вопрос о возвращении похищен. Кто-то должен обсуждать, почему уже два с половиной месяца идет война, а правительство Израиля не опубликовало ни одну политическую программу на следующий день после войны. Почему идут какие-то споры с американцами? Это лишнее в такие дни. Есть тысячи вопросов, и оппозиция должна задавать эти вопросы во время войны. Была оппозиция в Британии во время Второй мировой войны. Есть страны. Была оппозиция в США. Страны нуждаются в этом голосе, у него есть важность. Тот, кто зашел в правительство, не может повлиять. И Бенни Ганс, и Гидон Сар, они несут ответственность завтра, когда бюджет завтра будет принят. Они должны были уйти из правительства, однозначно. Они должны были сказать то, что голосуют они против, этого недостаточно. Они должны были встать и сказать, если мы не влияем, мы должны уйти из правительства. Да, я так думаю, если вы задаете мне такой вопрос, то да. Если все уйдут в отставку, кто же останется? Нам нужно другое правительство и другой глава правительства. Это не я, в конечном итоге, не тот человек, который может привести нас не к победе и не споряжаться следующим днем. Он не может возглавлять нас в вопросе войны, экономики, на международной арене. Сегодня наносит больше вреда, чем пользы. Поэтому нам нуждаются в другом правительстве, в другом главе правительства. Ладно, пусть сменят главу правительства, я приведу Ешатит. У нас будет более ста мандатов коалиции, которая примет хороший, правильный бюджет для Израиля и будет справлять войной. Но пока что у нас есть бюджеты, которые есть, и у нас есть то правительство, которое есть. Плохое. И это плохо. И моя обязанность постоянно представлять альтернативу, что здесь может быть лучше. Вы говорили об американцах, но прежде чем перейдем к вопросу, беспокоят ли вас обстрелы и споры, взаимные упреки между Израилем и Белым домом. Но давайте поговорим шесть часов после войны. У Израиля есть какая-то концепция, есть какая-то программа, что делать. Правительство знает, что будет на следующий день после окончания войны. И как вы видите это в свете критики ваших высказываний, что вы якобы поддерживаете палестинскую автономию, которая будет нести ответственность за ситуацию в Газе. Такие глупости. Взять одно предложение. Я не знаю, какие планы есть у правительства Израиля, потому что они не были представлены. Мы начали войну, а правительство не представило четкую программу о целях войны. Сейчас уже два с половиной месяца идет война, и все-таки нет четкой программы о целях войны. Я представил программу, потому что это моя обязанность. Это обязанность политической аренды для политиков. И говорилось о том, что на следующий день после войны нам нужно будет, в принципе, построить систему международного сообщества умеренных арабских стран, Сауды, Аравия, Эмираты и Египет, естественно, центральная ось. И что можно было пользоваться тем, что у палестинской автономии есть 26 тысяч чиновников, которые сегодня находятся внутри сектора. То есть инфраструктура управления гражданским населением. Что касается безопасности, это будет в наших руках. Мы будем сидеть на периметре, будем заходить и выходить тогда, когда мы захотим. В принципе, похоже на то, что происходит сегодня на территории ГБИ, чтобы удостовериться, что Хамас не вернется к власти. Давайте поговорим о героях, которые погибли сегодня в секторе, потому что палестинцы, местные палестинцы не очень рады видеть нас. Если мы будем находиться на периметре, то есть каждый день у нас будет список погибших. То есть Южный Ливан номер два. Во-первых, нам предстоит еще большая работа не только северная часть сектора, но и южная часть сектора. И ведут бои в Хан-Юнезе, начальные бои в Рафехе. Мы еще не закончили с Джабалией. Еще большая работа нам предстоит. И уничтожение базисного режима Хамаса. Ну да, Израиль должен будет защищать себя и на юге, и на севере. Страшная ошибка. Правительство заявило в том, что можно вечно сидеть, иметь террористические организации на границе и надеяться, что все будет хорошо. Факт, что все плохо. Посмотрите, Бенгвер могут продолжать эту линию и сказать, отлично, ЦАЛ находится на территории Б и А, потому что находится на территории С. А территории С. охраняет, кроме прочего, еврейские поселения. И когда смотрят ЧП, отлично, мы вернемся в Газу, вернем туда потиленческое движение. Это будет причина для ЦАЛа находиться там постоянно. Они не говорят это с точки зрения безопасности. Я не люблю. Мне не нравится, когда врут. Они говорят это по религиозным соображениям. Они хотят, чтобы мы жили там по религиозным соображениям. Я не хочу, чтобы мы управляли двумя миллионами палестинцев в Газе. Три с половиной миллиона в Иудеи с Марией. Я не хочу строить им школы, больницы. Я не хочу финансировать их образование. Я хочу, чтобы у них было свое правительство. И выбирая между расставанием с палестинцами или вечно жить с людьми, которые хотят меня убивать, я предпочитаю с ними расстаться. Давайте вернемся к продолжению военных действий. Вы сказали, что у нас есть множество целей впереди. Как вы думаете, сколько времени у нас есть с поддержкой США, если верно возвращаться к ним? Я не хочу ставить какие-то временные рамки. Я много работаю с американцами и говорю им, нам нужно продолжать пока. Это необходимо с оперативной точки зрения. То есть это то, что решает. Но, с другой стороны, мы не можем закрывать глаза на американскую помощь, на важность международного сообщества. И принятое мнение, я не думаю, что есть большая разница между правительством и мной в этом вопросе, что мы говорим, как-то где-то до конца января эта часть закончится, и после этого военные действия будут сокращены. А что будет с туннелями, которые там останутся? Это нужно их уничтожать. Еще нужно принять расчет. У нас это 350 тысяч резервистов. Израильская экономика не выдержит вечно. Когда 200 тысяч эвакуированных, 300 тысяч резервистов, нам нужно осторожно подсчитать соотношение между войной и экономикой. Это то, что делать правительство. Здесь никто не понимает, какова позиция правительства Израиля. Иногда есть такое ощущение, что нет правительства, а есть просто люди, которые выступают по этой видению. А сколько мы близки к открытому конфликту с американцами по вопросу следующего дня после войны? Я не думаю, что это так. Я думаю, что нынешний правительство и президент, которого я хорошо знаю более 10 лет, может сделать различие и сказать, я могу поддерживать государство Израиль, даже если я не поддерживаю главу правительства Израиля. Он делает это разделение громко и вслух. Байден человек такой, который говорит, что думает. Это, знаете, свежее дыхание в политической жизни, когда человек говорит то, что он думает. Он может себе это позволить. Да, он уже президент. Байден говорит, я не согласен главу правительства, но я поддерживаю Израиль. Не было и, может быть, и не будет более яростного приверженца Израиля, чем президент Байден. Действительно чудо, что во время этой войны у нас есть такой союзник. И поэтому у него есть право не соглашаться с правительством Израиля, как нужно вести эту войну и сколько времени. Но вы чувствуете, что старший брат, из-за того, что он старший брат, пока что иногда позволяет себе диктовать нам, как вести войну с Хамасом и как нам противостояние. Я не думаю, что это так. Я думаю, что ситуация, если бы она была таковой, война бы велась бы по-другому. Я думаю, что все наоборот. Я думаю, что Байден понимает, что его окружение, люди, которые разбираются в политике, что Натаньяку хочет с ним поссориться. Он ищет ссоры, потому что эта ссора ему удобна политически. И они не хотят предоставить ему то, что он ищет. Если уж ссорятся, то надо ссориться по важным вещам. Топлива этого недостаточно. Топливо возилось. Керам-шалом тоже открывают. И будут возить туда гумпом еще через Керам-шалом. Они говорили, что этого не будет никогда. Но вы знаете, может быть, разница между вами и мной. Но я никогда не надеялся, что они сдержат свое слово. А вы надеялись на это. Когда они сказали эту фразу, мы уничтожим власть Хамаса, режим Хамаса, вы поверили? Да, этому я верю. Я думаю, что это цель Израиля. Я просто знаком с оперативными программами. И все, что делает армия, я доверяю армии. Армия получила страшный удар с 7 октября. И доверие к армии. Но 8 октября армия пришла в себя и ведет себя согласно четким и правильным военным планам. И подстраивается под ситуацию каждый день. Я думаю, на армию я полагаюсь. И армия намерена уничтожить Хамас. Насколько это возможно? До конца января уничтожить весь режим Хамаса? Не будет все, это будет база, основа. Хамас уже не контролирует северную часть сектора. Это не вопрос частичного решения. Это не закончится на этом этапе. То, что я сказал, мы снизим обороты. Мы сможем вообще выдохнуть как-то. Зависит от израильского общества. Зависит от вопроса. И тут действительно, какое правительство здесь будет? Сможет ли правительство объединить страну или будет продолжать раскол? Но я верю, что в этом государство Израиль выстоит в месте, и не смотря на правительство. Вы сказали кое-что интересное. Вы говорили Антониагу о его базе. Вы видите, что он будет участвовать в следующих выборах. Я не знаю. И я думаю, что это ужасно, что мы обсуждаем это сейчас. И ущерб, который был нанесен там, он непостижим, неизмерим. Это естественный вопрос. Год лишним назад было у главы правительства. И что бы я сделал, если бы во время моей каденции произошло 7 октября, я бы уволился. Потому что глава правительства не может продолжать работать и оставаться на своем посту, когда такое происходит во время его каденции. А как продолжать войну без главы правительства? Поверьте, был бы другой правительство, он был бы лучше. Когда вы говорите о выборах, о каких выборах мы будем говорить? Если после Газа мы продолжим на север. Крупные, сильные демократические страны, а мы крупная, сильная демократическая страна, могут вести это параллельно. Например, министр внутренних дел сказал, что в конце января будут муниципальные выборы, и действительно будут избирательные пункты в Газе. Решения будут найдены. Технические решения армии знают, как это делается, может занять несколько дней. Не знаю, технические подробности, мы уже были хорошие министры, они решат. Это не так уж сложно. Есть большая важность этому. Мы сражаемся во имя единственной демократии на Ближнем Востоке с террористической, страшной, убийственной организацией. И нужно оставить наши демократические ценности. Нельзя их откладывать в сторону из-за войны. Давайте поговорим о выборах, о вопросах. По этим вопросам вы теряете почти 10 мандатов. Беннет нету пока что в списке. Что вы можете сделать? Что вы хотите сделать для того, чтобы сохранить то, что осталось в вашей силе, например, на русской улице? Я хочу сказать кое-что очень политически неуспешное. Но меня не волнует, сейчас идет война, погибли люди. Меня волнует 13-й батальон, меня волнует завтрашний бюджет. Я очень опытный человек, и я знаю, все будет меняться столько раз. Ни у вас, ни у меня, ни у кого. Нет представления, как будет выглядеть Израиль через 3-4 месяца. И будет здесь много сложных событий. И я хочу сосредоточиться на том, что я попытаюсь убедить правительство. До сих пор мне это не удалось. И работаю над этим с американцами, европейцами, что один из путь к уничтожению Хамаса – это его экономика. Если Хамас утром встанет, ты его обнаружишь, что из банковских счетов исчезло 2 миллиарда долларов. То наша возможность вести с ним переговоры о похищенной будет другой. Этим я занимаюсь сейчас, а не чтобы из вопросов. Вопросы меняются. Сейчас мы готовы к дополнительным переговорам с Хамасом о похищенном. Любой способ вернуть похищенных является достойным. Даже прекращение огня? Делали это уже один раз. И факт, что мы вернулись к военным действиям, вас это удивило? Нет, я знал, что так это будет. Глава правительства меня сообщает, и главы системы безопасности. Я знаю картину, и мне было понятно, что все так и будет. Радикальный ислам всегда не понимает, насколько мы твердо намерены, насколько мы сильны, насколько мы умеем хорошо работать. И меня это не удивило. Когда мы будем говорить о победе и как она будет выглядеть в конечном итоге по окончании войны, когда мы говорим о том, что все эвакуирована экономика, то как они могут вообще начать думать о возвращении домой, когда у нас нету картины победы? Они не смогут вернуться в свои дома, когда между ними и палестинцами будет всегда стоять армия обороны Израиля. На севере, когда мы вернемся к пониманиям решения ООН 1-7-0-1, то есть Хизбалла отступит от границы, например, такое поселок, как Шломи. Криад Шмуна чуть-чуть отличается Шломи. Они не могут, не должны видеть представителей Радуана с ракетными установками, когда они поймут, что их там нет, значит, они могут вернуться домой. Когда жители Берри, Нахаль, Оз, раненые могут вернуться домой только тогда, когда они будут знать, что между ними и Газой будет чистая зона, демилитаризованная зона, и армия, когда они смогут вернуться домой. И мы должны будем тогда войти в Ливан? Мы надеемся, что можно сделать это иначе, но ЦАЛь должен быть намного крупнее, и есть у этого последствия экономические, общественные, социальные. Например, это коснется и ортодоксального населения, и давление к призыву их в армию должно расти, и наше общество будет меняться после 7 октября. Нам нужны будут чудеса. Вы абсолютно правы. Огромное спасибо, господин Лапид, за эту интересную беседу.